Друзья, добрый день! Хочу вам рассказать сегодня про то, как правильно делать диагностику стиральной машинки на основании, например, стиральной машинки Вирпл. Просто сейчас она у меня как раз в режиме тестирования и есть возможность вам что-то рассказать. Смотрите, в частности, я буду рассказывать про Вирпл, оно также применимо к другим стиральным машинам. Когда вы зажимаете кнопку пуск, у вас через несколько секунд срабатывает вон там вот тот вот замок. После того, как срабатывает замок в стиральных машинках Вирпл новых и старых образцов, то есть начиная с 2001 года и дальше, она начинает делать режим теста. В старых машинках она делает режим теста полностью, в новых машинках, таких как в этих, она, например, сразу уже начинает заливать воду. В старых машинках она заливает потом, в новых она может заливать сразу. Это зависит от модификации модуля. Что она делает? Она сначала проверяет, не закрыты ли у вас стенки люка и вращает сначала в одну сторону, потом в другую, проверяя, есть ли у нее отдача по таходатчику, который находится сзади двигателя. Ну и, естественно, если у вас оборвало ремень, она этого не заметит. После этого она включает на одну секунду сливную помпу. Помпа должна запуститься, то есть в ней должно быть сопротивление, потому что если сопротивления нет, то там стоит обратная связь, особенно в новых модулях. И если сгорел симистор, либо транзистор, которым управляет, она покажет ошибку и загорится лампочка сервис. Ну, в данном случае здесь ее нет, этой лампочки, но она тоже покажет ошибку. То есть ручка начнет вращаться или что-то еще. Более в новых моделях она просто показывает сервис. После этого она еще включает ТЭН на полсекунды. Буквально очень быстро так щелк и выключилась и выключилась. Если в ТЭНе есть утечка в районе, скажем так, 60 мегаом или больше, то есть утечка больше, то есть сопротивление меньше. Все, пошел слив. Тогда она тоже это реагирует на то, что у нее залипло реле ТЭНа и оно чаще всего определяется в стиральных машинках Вирпул как ошибка F08. Знаете, что вашему ТЭНу пришел капец и у вас есть утечка. Также иногда аж утечка F08 может появляться при проблемах с высокочастотным фильтром, который находится здесь. Тогда у вас отсутствует заземление, либо есть у нас утечка в двигателе. Это когда машинке очень много лет, и вы здесь видите, это все ржавеет. Оно капает на двигатель, и двигатель дает утечку на корпус. Тоже может определить как ошибку F08. Это бывает редко, но бывает. И она проверяет клапан залива. То есть, что вам нужно сделать? Если у вас есть тестер, и она у вас показывает сервис, нужно проверить в двигателе. Там 6 проводов, 3 пары. Все 3 пары должны звониться. Это 1. ТЭН ваш должен звониться на 30 Ом. Это 2. Помпа ваша должна звониться. Это 3. Машинка должна заземлена быть. Это 4. Если у вас все равно появляется сервис, либо ошибка F08, то вам нужно вскрыть модуль и посмотреть, если она горит, нет ли там каких-то сгоревших частей. Если частей нет, ну, каких-то проблем, черноты, то, что она выгорела, или что-нибудь еще, и все равно она у вас показывает сервис, либо не работает, то, вероятнее всего, у вас утечка в ТЭНе. Для того, чтобы проверить утечку в ТЭНе, секундочку, сейчас я вам покажу. Подойду к другой машинке, потому что та шумит. Вот у нас наш ТЭН, вот наш тестер, как раз, кстати, неплохой вариант. Мы ставим тестер на Омы, и автоматически у нас здесь появляются, ну, в моем случае, мега Омы. Заодно мы сразу его и проверим. Сейчас, подсоединяем, естественно, отсоединив провода и от сети. Но в данном случае у нас все равно показывается ноль. Если, смотрите, я коснусь пальцами, сейчас, если что бы вам не отсвечивало, вот. Видите, 12 мега Ом, я пальцами, через пальцы. 12 мега Ом машинка уже работать не будет. Она даже при 30 работать не будет. Поэтому вот таким вот образом проверяется, сняли контакты и проверили утечку. А, еще может быть, естественно, ошибка, что если у вас сгнил температурный датчик, и тоже проводами не звонится, он должен звониться в районе 5 или 7 кОм. Если он звонится в другом диапазоне при 20 градусах, знайте, это проблема. Вот, это была базовая диагностика, которую может сделать, в принципе, пользователь самостоятельно, который имеет хоть какие-то навыки общения с тестером без вызывания мастера. Я знаю, что сейчас мастера будут возмущаться. А, вот есть еще один способ. О, как раз здесь хорошо открыто. Есть еще нюанс, когда есть утечка, вы отсоединяете вот этот вот высокочастотный фильтр вообще. То есть, вот эти два провода входа откусываете и соединяете их с другой клеммой. Сейчас я покажу, с какой. Вот. То же самое. То есть, вот клемма входа. Если я не ошибаюсь. Да, вот она. Смотрите, вот. Если у вас нет земли, вам высокочастотный фильтр не нужен, потому что он дает утечку на корпус. И вам нужно вот здесь вот откусить эти два провода. Вот эти два провода откусить. И соединить эти два с этими двумя. Ну, не вместе, в один пучок. Вы понимаете. То есть, этот с этим, этот с этим. Все. Землю вы оставляете. То есть, высокочастотный фильтр, как проводимость земли у вас. Ну, в смысле, клеммки. Вот эти две, они остаются. Но он перестает давать паразитные 110 вольт на корпус. Ну, не 110 вольт, а половину напряжения сети он дает на корпус. Глюки, вероятнее всего, у вас исчезнут. Все. Это один из простых способов диагностики на примере стиральных машин. Вирпул, который вы можете сделать самостоятельно, имея элементарные навыки в тестере, либо в освоении тестера, либо в электричестве. Все, друзья. Большое спасибо, что слушали. Надеюсь, это видео было вам полезным. Тем более, если вы сможете сами починить стиральную машинку. Я буду искренне рад. Напишите об этом в комментариях. Всего. Всем хорошего. Пока. Счастливо.